Добрый день! Этим видео я завершаю обзор пятитысячного марафона по сборке пирамидки. В них участвовали три бюджетных модели и две топовых. И понятно, что одна из топовых это пирамидка GAN. Причем GAN выпускается в трех версиях и здесь самая дорогая комплектация. Давайте сначала посмотрим, что же в коробке. Пирамидку я сразу отложу в сторонку. Ну, коробочка вот такая в стиле GAN. GAN PYRAMINX M. GAN CUB тоже самое. Все красиво. К сожалению, на самой коробке я не нашел, где здесь обозначена какая комплектация внутри. Возможно, это скрыто в каком-то коде, но мне в глаза не бросилось. Есть GAN PYRAMINX M, есть KIRLESS, есть обозначение каких-то непонятных адресов и китайских иероглифов. Ну, кто знает, добавьте в комментариях эту информацию. Открываем коробочку. Здесь нас ожидают гаечки. В этом кейсе находилась сама пирамидка вот в таком вот полиэтилене. Положим сразу в сторону. Здесь находились гайки и вот такая вот еще инструкция PYRAMINX GUIDE. Тут есть с одной стороны, ну, видимо, как собирать пирамидку. С другой стороны тоже самое. С этим, понятно, все убираем. Возвращаемся к пирамидке и к гаечкам. Здесь нет никаких подставок, ключиков, отверточек и прочего. Но есть гайки. Чем отличаются три версии комплектации этой головоломки? Ну, в самой дешевой версии есть только магнитная крестовина и все. Да, давайте сразу посмотрим на это чудо. Если извлечь какое-нибудь ребро, то внутри можно на крестовине заметить магнитики. Да, это впервые сделали подобную конструкцию. На ребре есть ответный магнитик. Ну, само ребро, в принципе, выглядит вот так. У Ганна это первая пирамидка. И я скажу, эта модель очень удачная. Нельзя сказать, что она полностью идеальна, но это определенно успех. То есть, если 4х4 от компании Ганн я даже не стал покупать, покрутив ее несколько раз у других людей, то здесь она и стоит не так дорого, как могло бы быть по сравнению с тем же Мегаминксом. Да и, в принципе, было интересно. У меня уже лежало несколько пирамидок для обзора. И вот сравнить с такой моделью было бы тоже хорошо. Еще раз, в самый дешевый есть только магниты на крестовине. В комплектации подороже добавляются еще гайки. Гайки, причем они такие же, по-моему, как на Ганне 356М. Здесь, помимо пустого положения, есть еще положения 0,6 и 0,8. А Ганн, Монстр, Гоу, по-моему, точно такие же гайки. Рядышком их не сравнивал, но очень похоже. Опять вот эти вот вырвиглазные цифры, которые еле заметишь, приходится напрягаться. Но, по мне, такое решение все же лучше, чем то, которое использовали на новом Ганне 11М. И так же было на XS. Мне такие гайки нравятся больше. Ганн 11, сразу скажу, я пока не хочу покупать. Он стоит достаточно дорого и не так сильно привлекает. Если вот пирамидка, она у Ганна первая, и там в районе 2000 эта модель стоит, то Ганн 11, трешка, которая в два раза дороже. И с системой, которая мне не сильно нравится, да и магнитная крестовина в трешке, мне не кажется самым удачным решением. Ну, не знаю. Ну, так вот. Самый простой, только магнитная крестовина. В средней комплектации магнитная крестовина и гайки. И в самой дорогой комплектации добавляются еще магниты в ребрах. В ребрах и вот в этих элементах. То есть дополнительные магниты. То есть те магниты, которые изначально в любой магнитной пирамидке, даже там в том же Елонге, есть, они добавляются в самой дорогой комплектации. Причем гайки есть уже в средней. На самом деле, если вы хотите среднюю комплектацию, и у вас есть кубик Ганн 356М, то можно взять самую дешевую версию, и эти гайки, наверное, должны подойти. Думаю так. Ну, поправьте, если я ошибаюсь. Что мне кажется не совсем верным решением компании Ганн, это то, что базовые магниты не добавляют в самую дорогую комплектацию. Как по мне, если отсюда убрать основные магниты, и оставить только магнитную крестовину, этого будет недостаточно. Учитывая, что в самой жирной комплектации здесь нет такого, что переизбыток магнитов. Это невероятно быстрая пирамидка. Она тихая, приятная, и... Она лучше всех. Но если убрать вот эти магнитики, которые здесь как бы дополнительные в самой дорогой комплектации, я не уверен, что я смог бы назвать такую пирамидку очень хорошей. Поэтому все, что я здесь буду рассказывать, будет касаться только самой дорогой версии пирамидки. С дополнительными магнитами и с набором гаек. Ну, в непонятности посмотрим на внешний вид. Вот стандартная форма пирамидки. Если тот же X-Men BL2 делал такие вот вырезы, то здесь ничего такого нет. Возможно, центральное отверстие чуть побольше, и это, наверное, даже минус для этой модели. Внутри есть соты, которые вроде бы должны способствовать равномерному распределению смазки и лучшему вращению. Наверное. Что удивительно. Я эту пирамидку из коробки не смазывал. Я открутил на ней стол сборок 200-300 и не смазывал. Она вращалась отлично. И только где-то сборок через 700 я все-таки решил, ну, надо же как-то влияние смазки проверить. Может, кардинально что-то изменится. Но нет, кардинально ничего не изменилось. Я изначально смазал жидкой смазкой белый мору. Эффект не особый. Как отлично вращалась пирамидка, так и вращалась. Ну, после я решил попробовать на густой смазке. И, наверное, это более правильное было решение. Пирамидка невероятно быстрая. Изначально в ней стоят зеленые гайки. Если смотреть по жесткости, то жестче, чем зеленые, только желтые. Которые как раз сейчас я на пирамидку и переставил. Все остальные помягче. Ну, я желтые гайки ставил и на Megaminx Gun. Они специально, наверное, делают очень быстрыми головоломки, чтобы можно было как-то это в свою сторону скорректировать. Ну, вот мне пришлось поставить желтые гайки. Тем самым сделать более затянутой головоломку. Опять же, что касается стандартных косяков компании Gun. Фанаты Gun сейчас опять не одобрят. Но, опять же, циферки на гаечках практически незаметные. Мне было, как обычно, очень тяжело различать 06, 08 и пустой кружочек. И в очередной раз говорю, что вот на пирамидку нужно 4 гайки. Здесь есть 4 основных и одна запасная для фиолетового, для голубого. Также было для желтого цвета. Но, для основных зеленых гаек, которые есть на пирамидке, здесь запасной не положили. И места здесь вполне достаточно для того, чтобы было туда поместить. Почему не сделали? Неужели, если они предполагают, что можно потерять одну фиолетовую гайку, и запасная спасет, компания не рассматривает такой вариант, что можно ради интереса снять основные зеленые гайки, которые с завода стоят, поставить другие, другие не понравятся, решишь вернуться на зеленые, а одну потерял. Понятно, что, если такие ситуации моделировать, можно потерять и две гайки. Ну, я не вижу ничего такого страшного и убыточного для компании положить еще одну зеленую гайку. Ну, или гайку того цвета, которые изначально стоят на пирамидке. Ну, когда-нибудь, возможно, компания до этого дойдет. И прежде чем перейти к вращению этой пирамидки, давайте посмотрим на то, как меняются гайки. Важно! Для того, чтобы поменять гайки, нужно разобрать уголок. Ну, или его снять. В инструкции, или не помню где, было показано, что вот легко снимается уголок, и тогда меняйте гайки. Но, на деле, это казалось не так просто, вернее, не совсем обычно. То есть, если на X-Many, да и на всех других пирамидках, уголок разделяется на три части, и просто разбирается. На той картинке было показано, что нужно просто снять. Было невозможно. Я тянул, я достаточно сильный человек. Но у меня ничего не получилось с таким простым методом. В итоге выяснилось, что здесь есть посерединке такие выемки, куда можно подсунуть что-то острое, и вот так вот будет все это отщелкиваться. Причем отщелкнуть, с одной стороны, недостаточно. Надо минимум с двух, но это получается не всегда. Вот сейчас получилось, хотя до этого я другой уголок, где-то минута три, пытался отковырять. Проблема в чем? С одной стороны, мы поддеваем, отщелкивается, вот видно, чуть-чуть отошла, и прищелкивается обратно. Нужна некая сноровка, привычка или что-то такое. Что мы видим внутри? Внутри видим гаечки, которые можно снять, поменять, от магнитики, которые просто так отсюда не извлекаются, и дополнительных магнитиков, как в X-Men BLV2, тоже поставить нельзя. Ну и в принципе, и в комплекте-то нет, да, они не требуются. Уголки вращаются и так туго. То есть это, наверное, одни из самых крепких уголков среди всех топовых пирамидок. Гаечки здесь слегка утоплены. Внутрь вот этого неокрашенного пластика и менять их не очень удобно. Но вполне возможно, и при желании, здесь можно поменять положение 0,6 на 0,8, или просто снять гайку и позаменить на другую. У меня сейчас стоит на позиции 0,8 желтые гайки. Я пока на этом остановился. Возможно, когда-нибудь поменяю на 0,6, если мне этого захочется. Одеваются обратно крышечки очень легко, просто защелкиваются. Наверное, самое быстрое возвращение уголков на место из всех моделей. Снимается не очень удобно, но при должной сноровке вполне удовлетворительно. Для того, чтобы снимать эти уголки, мне потребовался инструмент из БЛВ-2, причем именно с пластиковой битой. Для того, чтобы не поцарапать пластик этой красивой и приятной пирамидки. Ну а теперь, что касается вращения. Самые первые сборки на этой пирамидке мне показали, что это совершенно новый уровень. Это настолько лучше всех конкурентов, что... Я даже не знаю, стоит ли сравнивать. То есть реально компания Ган сделала головоломку, за которую не должно быть стыдно. Да, здесь можно поискать кое-какие недочеты. Возможно, эти недочеты можно компенсировать настройкой. То есть пирамидка невероятно быстрая, невероятно комфортная. у нее практически нет локапов. То есть те локапы, которые есть в БЛВ-2, здесь отсутствуют совершенно. Она настолько быстрая, что ее хочется чем-то замедлить. То есть, ну первое, чем я замедлил, это желтыми гайками. То, что контролировать достаточно тяжело. И в конце я стал добавлять густую смазку, хотя изначально смазка, в принципе, и не требовалась. Здесь настолько все хорошо, что я не знаю, что должны сделать конкуренты, чтобы у них случилась пирамидка лучше, чем это. Давайте сразу по минусам, чтобы не перехвалить. Я не являюсь фанатом компании Ган. Да, я считаю очень удачным кубиком Ган-ХС, несмотря на систему настройки, которая мне не очень нравится. Да, я считаю приемлемым Ган-Мегаминкс, хотя я перешел на Юху-2М. Да, у Гана хорошая двушка, Ган-251, в предыдущем модели просто отвратительные. Плохая четверка, подождем, какой будет скьюб, что-то про него какая-то речь была, но по минусам. Здесь очень тугие уголки. Конечно, они не такие, как на Милонге, и возможно, они стали более тугими из-за того, что я поставил желтые гайки, но они туговаты. То есть, они туже, чем на X-Men Bell, да и туже, чем на других пирамидках этого же уровня. Это иногда смущает. Хотя, возможно, они кажутся тугими из-за того, что движения основных слоев невероятно быстрые. Возможно, из-за этого. Иногда на скорости случается так, что может выпасть ребро. У меня стоят желтые гайки. даже на желтых гайках пирамидка кажется немножко расхлябанной, видимо. И случается, что когда в таком положении как-то неудачно что-то поворачиваешь, вот отсюда ребро может выпасть. У меня за тысячу сборок так случалось два раза. Возможно, я криворукий, я это не исключаю. Но такой момент есть, ни на какой другой пирамидке у меня такого не было. это минус. То есть вылет элементов и туговатые уголки. Но очевидные плюсы комфорт сборки глянцевый в кои-то веке пластик на пирамидке. Он не матовый совершенно и не был матовым никогда, кроме мне так казалось. То есть он изначально глянцевый. Внутри неокрашенный пластик с сотовыми структурами. Пирамидка которой из коробки вращается 700 сборок и не хочется добавлять смазку. Это чего-то стоит. Возможно и на забой так хорошо смазали. Возможно этот пластик такой скользкий. Не знаю. Но вращаются отлично и без смазки. И смазка колоссального влияния на эту модель не имеет. Стоит отметить, что некоторые считают, что Ган первым придумали ставить логотип на синей стороне. Обычно все это делается на желтой. Но нет, у Yolong так случилось раньше. Логотипчик здесь напечатан и за тысячу сборок не стерся. Что тоже хорошо. Да, пирамидка дорогая. Но в ней ничего не скрипит, не звенит, не лакапит. Отлично вращается. есть простор для регулировки гайки. Есть наверное не самые удачные, но все-таки варианты покупки различной комплектации версии дешевая средняя дорогая. Не уверен, что они удачные. Если кто-то владеет более дешевой версией, напишите свои впечатления в комментариях. От этой пирамидки я в восторге. На эта версия самая дорогая. Замагниченной крестовиной с замагничными элементами. Не уверен, что более дешевые будут вызывать такие же эмоции. Это лучшая пирамидка на данный момент. Эта пирамидка определенно станет моей снобной на долгое время. Подведя итоги всего марафона из 5000 сборок на пирамидках, я выделю две пирамидки, у которых логотипы на синей стороне. Это Ган в топовом сегменте, и Yolong 2M в бюджетном. Это лучшие пирамидки на данный момент, на момент записи видео. Возможно, они не так сразу будут выходить, но на момент записи, а именно конец октября 2020 года, это лучшие пирамидки в своем классе. Топовая Ган бюджетная Yolong 2M. Интересная особенность логотипа на синих сторонах. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем сегменте. Продолжение следует...